Итак, Валерий Дмитриевич, результаты, опрос длился чуть менее двух суток, результаты такие, 2 миллиона 244 тысячи 174 человека приняли участие, 98 процентов власти не доверяют, причем я немножечко там был погружен в этот вопрос, хочу вам сказать, что количество участников могло бы быть намного больше, возьму на себя смелость утверждать, что в разы, если бы не некие технические моменты, то есть вот, например, там со старых телефонов было нельзя, телефон требовал там обновить версию ютуба и тому подобное, но все равно сам Андрей Викторович не ожидал, прогнозировал где-то около миллиона, показалось, что гораздо больше. Значит, он же обещал в этом же интервью и зрителям, и мне сказал о том, что результаты будут окажутся по адресу Москва-Кремль. Ну и что будет дальше, Валерий Дмитриевич? Ничего не будет, но окажутся результаты. Ну и что, там много таких результатов. Это ничего не значит, это никак не повлияет на генеральную линию партии протеста, она колебаться не будет, Александр Георгиевич. Оставьте это. Система не принимает обратную связь? Для Кремля не имеет, нет, не имеет никакой цены опрос, который провел Караулов. Есть источники, которым Кремль доверяет, ну или, по крайней мере, относятся серьезно, а к опросу Караулова никак. Наплевать. Серьезно, наплевать и растереть. Мы даже можем предположить, если вообще Дмитрий Песков что-то скажет, то скажет он примерно следующее. А какая именно власть имелась в виду? Региональная, муниципальная, местная? Нет, я думаю, что он сошрется на какую-нибудь методику, что это сомнительное, и не просто сомнительное, а вообще методики не было. И как может доверять таким опросам? Ну вот Лев Гудков, который Леваду возглавляет, он отнесся к этому опросу серьезно. Он считает, что это очень важный индикатор. Он покритиковал его, конечно, сказал, что там не хватило вот этой наукообразности с профессиональным социологом. Я считаю, что это сигнал, хотя бы не стал переоценивать его значимость. Все-таки в России наше сознание устроено так, что, как ни странно, президента Путина, в данном случае, от власти отделяем. Власть для нас это правительство и чиновники, которые внизу. А Путин, это почему-то, это да, он почему-то, ну не почему-то, там это можно объяснять, почему. Он отдельно. Вот. А я думаю, что прямой вопрос Караулов просто побоялся задать. И, кстати, кто знает, какие были бы ответы, какая была бы доля ответов на прямо заданный вопрос. Понимаете, потом давайте так. Аудитория все-таки социальных сетей и видеосервиса, там, YouTube, она несколько отличается от общенациональной выборки. Это чистая правда. Но я охотно верю, что если бы опрос проводил первый канал телевидения, среди своих зрителей результаты были бы иные. И он не был бы фальсифицирован. Понимаете? Вот давай я себе приведу пример. Вот 13 августа я и Сергей Марков будем проводить дискуссию. Вот Сергей Марков там известный защитник Путина, протагонист. Виноват. Да. Я об этом совсем забыл. Можно от лица всех зрителей вам задам вопрос по этому поводу? Да. Почему именно этот оппонент? Я объясню почему. Потому что Сергей Марков отличает, с моей точки зрения, двумя важными достоинствами, прямо в смысле слова. Первое, в Сергее нет злобы. Вот я его давно знаю. В нем нет злобы, в отличие от этих, прошу прощения, педерастических обезьян на службе у злобных клоунов, да, которые просто пышут ненавистью. В Сергее никогда не было злобы, я его очень давно знаю. И второе, я считаю, что Сергей очень четко выражает мнение и настроение, да, может быть даже не всегда рефлексирует, мнение и настроение тех людей, которые поддерживают Путина. А таких людей на самом деле немало. Они могут сами себе до конца не отдавать отчет. Почему? Они но и поддерживают. И третье, это уже вывод из первых двух пунктов. Понимаете, Путин уйдет. Он уйдет гораздо быстрее, чем многим сейчас кажется. В России будет новая власть. Но сторонники Путина никуда не денутся. И надо понимать, что его сторонники в большинстве своем, это не чиновники. Ничего подобного. Это не бенефицары системы. Это обычные люди, живущие боку бок с нами. Это родители кого-то, дедушка с бабушкой кого-то, для кого-то это соседи, для кого-то это знакомые друзья. И если мы не будем с ними говорить, даже этот разговор никого не переубедит. Я в этом не сомневаюсь. Очень трудно переубедить убежденных людей. Это возрастная аудитория? Чаще да. Но не обязательно. Но в основном его сторонники представлены в старшем. В старших возрастах людей в этом возрасте можно в чем-то переубедить. Жизнь переубеждает. Нельзя. Но дело в том, что диалог это альтернатива. Младший родственник, не факт. Вот не факт. Я хочу подчеркнуть. Задача не в переубеждении, а в том, чтобы объяснить, что и показать, что альтернатива диалогу это конфронтация. А это очень опасно. Понимаете? Мы и так живем сейчас в состоянии холодной гражданской войны. Она не должна продолжаться. Вот мы с Сергеем встанем друг напротив друга и будем говорить. Причем мы непримиримые идеологические оппоненты. Мы непримиримые идеологические оппоненты. Да. Это чистая правда. Но ведь вопрос не в том, кто кого переспорит. Понимаете? А в том, сможем ли мы, я бы сказал, говорить вменяемо. Вот это чрезвычайно важно. Это важно для будущего страны. Чрезвычайно важно. Потому что в России отсутствует вообще вменяемость. Вменяемость. Отсутствует диалог среди политических и идеологических оппонентов. Что я считаю, что в некотором смысле это исторически. Это не имеет никакого значения. Я объясню почему. Потому что нам придется эту проблему решать, Александр Георгиевич. Нам это общество. Ну, да. Тем, кто несет хоть какую-то интеллектуальную, чувствует интеллектуальную моральную ответственность. Вот я ее чувствую. Как сказал Гуриев, это долг интеллектуала впереду. Долг интеллектуала, долг гражданина, если хотите. Да, это вот очень хорошо. Это граждане. Они такие же граждане, какие мы с вами. Они ничуть не хуже нас и не лучше. Помните, да, термин гражданин появился в кровавой французской революции. Да. А вот как раз я бы не хотел, чтобы, понимаете, их подвергли астракизму. Ну, что еще раз подчеркну, не чиновники это в большинстве своем. Отнюдь. Многие видели вашим оппонентом Никонова, внука, знаменитого наркома иностранных дел Молотова. А ему-то, Славя, зачем это? Вот Сергей не боится. Сергей не боится дискутировать, вы поймите. А Слава Вячеслав в последнее время такой малопубличный стал. Да, совершенно. Он избегает. У него очень хорошее чутье. Он знает, что лучше не светиться. Вот Сергей, кстати, тоже, я отдаю должное, он не боится. Потому что сейчас сторонники Путина, они стали бояться. А он нет. Валерий Дмитриевич, вот возвращаясь к этой левадовской июльской цифре, 23% одобряющих Владимира Владимировича Путина. А разве это не меньше, чем принято традиционно оценивать размеры вот этого лоялистского ядра? По-моему, его считают равным 30%. Путин сейчас теряет поддержку в базовом электорате? Я думаю, что базовый... Нет. Рассыпается путинское большинство. Путинское большинство рассыпается. Его электорат, естественно, сокращается. Но если принимать в обществе, в любом, насколько я знаю, всегда есть группы, которые готовы голосовать за действующую власть. Это 15-20%. Не 30%. Принято считать, что это в районе 30%. Я не знаю. Наверное, разные исследования могут показывать разные пропорции, разные цифры. Но то, с чем я знаком, это 15-20%. Охотно допускать, что может быть больше. Ну вот, в этом случае, даже если допустить, что, допустим, 30%, он находится сейчас уже на минимуме. Просто на минимуме. Ну, я напомню, что рейтинг Ельцина был ниже в свое время. Помните, да? Но у Путина не будет такого исторического времени, чтобы дойти до рейтинга Ельцина. Это совершенно точно. Сейчас, вы считаете, противоречия обострились больше, чем при борьбе. И противоречия обострились. Я думаю, да. Более тяжелые. Я думаю, да. Я думаю, да. И последствия будут более тяжелыми. Да и Вадим Владимирович сам не в таком состоянии, чтобы долго править Россию, он не сможет. Даже если он очень покатен. Может быть, делать наши люди просто устали. Они устали. Они ненавидят. Много чего. Разочарованно. Историки будущего будут писать толстенные книги о том, что происходило. И удивляться, пожимать плечами. Как же так? Власть не видела таких простых решений. Сошел такие баснословные ошибки на пустом месте. А вот мы с вами сейчас видим, как все это происходит. Если Господь хочет кого-то наказать, он лишает разума. Он лишил разума. Лишил чувство сострадания. Если у вас нет разума, хотя бы чувство сострадания вам подсказывает, понимаете, интуитивно верный путь. Оно способно подсказать. Само сострадание не подскажет. Само сохранение должно подсказать. Несколько решений, которые могли бы развернуть. Трент Валерьевич, ну согласись, но они крайне простые. Они же нет. Таких, Александр Георгиевич, нет. Потому что вы судите по себе. Вот вы считаете, что такие решения существуют. Вы исходите из собственного мира воззрения, мира понимания, как и я. Но я просто немножко знаю этих людей, для них таких решений не существует. Для них существуют другие решения. Держаться за наш счет до последнего русского человека. Вот для них существует только одно приемлемое решение. Философский вопрос, раз уж вспоминали Де Сенту Кзюпери. В его литературных дневниках есть подробный рассказ, как он однажды потерпел катастрофу у его самолета в ливийской части Сахары. И от смерти его спас одинокий бедуин, который по счастливой случайности ехал на своем верблюде неподалеку от места аварии. Путешествовал по каким-то своим бедуинским делам. Этот человек произвел на писателя огромное впечатление, что, в общем-то, объясним о всех обстоятельствах, в которых они познакомились. Они много общались, и в дневниках у Кзюпери есть упоминание об этом. Одна фраза меня оттуда потрясла, правда, в разных источниках, ее немножко по-разному дают, я ее так обобщенно изложу. Звучала она от бедуина, эта фраза так. У тебя есть все блага цивилизации, но зачем тебе они, если у тебя нет истины? Перефразируя это на политическую ситуацию, на отношения власти и народа, можно сказать так, что зачем вам деньги, активы, большие батальоны, как говорил Наполеон. Если страна, ну, очевидно, Валерий Дмитриевич, живет не по правде. То есть, вот Сунь-Зы все свои стратегены сводил к тому, что надо повышать лояльность населения правителю. Валерий Дмитриевич, у нас такое впечатление, что хоть новое течение. У Сунь-Зы была книга «Искусство войны», если написала книгу «Искусство политики», то вот наша глава в «Искусство политики» звучала бы так. Да забили мы на эту лояльность населения и занимаемся ей время от времени по мере необходимости. Александр Георгиевич, помните, когда Христа спрашивает, «Помните, Пилат, что есть истина?» Он говорит «Азом есть». Вот я и есть истина. Так вот эти люди так же уверены, что вот они и есть истина. Они критерии. Что богохульство? Они критерии. Ну, я приношу извинения, если звучит как богохульство, я просто передаю их мировоззрение, что они и есть венец мировой эволюции. Вот они и есть. На все остальное им наплевать. Все? Все довольно просто. И все, что идет им на пользу, это хорошо, а все, что им вредит и мешает, это плохо. У них очень простая этичка и система. Как может вредить лояльность населения? Да наплевать им на эту лояльность. Они использовали эту лояльность сугубо функционально. Они покупали, когда у них были ресурсы, потом они поняли, что ресурсов не хватает одновременно на покупку лояльности и на собственную машину. Они сделали выбор по собственной машине и насилие над населением. Грубого циничного обмана и насилия. Если бы вы знали, как они отзываются о людях, об обществе в целом, вам бы стало, честно скажу, зрителям бы стало не по себе. Я серьезно. Когда я говорю, что не считают за людей, считают нас полуживотными, это так. Ну, раз уж вы сказали о машине, которая у нашей элиты на первом месте, среди всех остальных ценностей и приоритетов, спровоцировали меня, Валерий Ильич, опять на очередной... Как только вопрос о деньгах заходит, вы легко поддаетесь на провокацию. Ну, простите меня. Деньги и мораль. Вот честно, последний раз больше не... Две вещи вас заводят. Помните, мы с вами говорили о генетических экспериментах по продлению жизни? Такое внимание к ним нашей элиты, ну, продиктовано, понятно, чем. То есть... С желанием жить, но если не вечно, то очень долго. И наслаждаться своим богатством. Я думаю, что эти люди все-таки способлены на некоторые интеллектуальные вычисления. Александр Георгиевич, уверяю вас, далеко не все, вот вы не переоцениваете. Вот не переоцениваете. Это серьезно. Валерий Ильич, хорошо. Сформулирую так, чтобы вы согласились. Давайте предположим, что они могут, могут, ну, хотя бы какие-то там такие двухшаговые или трехшаговые логические схемы выстраивать, вот глядя на свои состояния, свои активы, они же в состоянии заметить, что они решили проблему выживания. Ну, да, я бы сказал, причем не только для себя. Неплохо справились, неплохо, да. Причем не только для себя, а для своих двух, трех, там, четырех поколений. Может быть, это, кстати, точка зрения наивно, потому что, раз уж вы Евангелие вспомнили, Иисус же говорил, не копите богатство на земле, где ржа точит, и воры крадут. Известно сколько угодно вариантов и сценариев, когда можно лишиться, значит, накопленного непосильным трудом. Помните, как Остап Бендер переходил на румынскую границу, вот вам и пожалуйста. Мгновенно, да, лишился. Ну, да. Переквалифицировался в управдома. Вот, но сейчас уже серьезно начинаю излагать. Проблема смерти для этих людей не решена. Смерть – это же такой некий великий переход, Валерий Ильич, ну, правда, вопрос интересный. Да, она для их настигнет неожиданно. Они не успеют ее решить. Я не шучу. Многих из них последний призыв настигнет неожиданно. Они вот его расслышат, и все, и потом конец. Опять меня толкаете к Булгакову. Да, человек смертен, да, сказал. Правильно, внезапно, внезапно. Штука в том, что еще иногда и внезапно смерть. Совершенно верно. Вот многие из них внезапно почувствуют свою смертность. Так я к чему? Смерть – это же такой великий переход. Есть две точки зрения. Первая точка зрения, что за ним ничего нет. Квинтильоны миллиардов лет, пустоты, изобвения. Есть точка зрения, она сейчас более популярна о том, что это действительно переход в некую другую фазу. Есть знания, данные нам в откровениях, что морально действующий субъект свое положение после перехода улучшает, не морально действующий ухудшает. Это соображение способно заставить действовать в морали? Власть морали? Нет, нисколько. Они уверены, что они могут откупиться. Во-первых, к ним приходят некие священнослужители, которые сами ни в Бога, ни в черта не верят. Но вполне серьезно. Ну, вполне серьезно. Но они выполняют такую психотерапевтическую функцию, объясняют им, что все правильно, все правильно, все, значит, заведенным порядком, все у вас будет хорошо. Второе, они, значит, пытаются, знаете, вот как в каждой второй или третьей цирке, построенной в Российской Федерации, есть так называемый наркокирпич. Слышали об этом? конечно. Что наркомафия, она очень-очень много потратила, потратила, да, вот так же эти люди, а давайте мы там такую храм, а давайте мы там буддийскую ступу, а давайте мы это, давайте мы обратимся к шаманам, звездочетам, к тем, к тем, и подавляющее большинство этих людей, к которым они обращаются, подавляющее большинство, 99, целых, 1,9, они конечно обманывают, никто им не хочет говорить правду, если бы эти люди даже могли что-то сказать, больше всего они ничего вообще сказать не могут, кроме, в лучшем случае, умелой психотерапии, да, что у вас звезды показывают, что все у вас будет хорошо, вот, поэтому они живут с ощущением, что не вечное, они живут с таким ощущением, а плюс к ним еще приходят и говорят, вот-вот будет генетический прорыв, мы на грани находимся, дайте еще полумиллиарда долларов и мы тогда точно его совершим. Это, конечно, чистой воды обман разводил чистой воды, по крайней мере в Российской Федерации. Ну, а те, кто связаны как-то с Западом, они знают, что там идут интенсивные исследования, еще не до конца успешные, конечно, не до конца, но посмотрите, как выглядят американские миллиардеры в пожилом возрасте, посмотрите на английскую королеву, посмотрите, Александр Георгиевич, это означает, что есть техники, техники, позволяющие жить до глубокой старости и при этом сохранять приличное психическое, ментальное, физическое, приличное для этого возраст, вы сказали, более чем приличное состояние, так что они надеются, многие, это не секрет, прибегают к оккультизму, пытаются прибегнуть, я бы сказал, не прибегают, а пытаются прибегнуть к оккультизму, там тоже есть практики, очень интересные и по некоторым отзывам высшей степени эффективные, но некоторые из них очень пугающие. Валерий Дмитриевич, ну мы не сможем ничего добавить по этой тематике после вашего эфира с Запольским Фегиным и ну просто нечего. У этого эфира были самые высокопоставленные зрители Российской Федерации. Подробнее сказать не можем, друзья, но поверите, было, это было очень забавно. Не боитесь? Чего? Я-то чего должен бояться? Неудовольствие, значит, смотрящих. Что делать, Александр Георгиевич, уже помните, правду говорить легко и приятно. Слышать ее не всегда приятно, но уже другая история. тем более мы сказали какую-то крощенную талику того, что знаем. Мы, сказать, берегли нервы, 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 психику наших зрителей и слушателей. Ну что? Только что можно сказать вообще? Ну, я совершенно уверен в том, что Запольский точно был сдержан, потому что я слышал некоторые его рассуждения на тему нашей элиты. это, как говорит молодежь, что шесть ветки дай гранату. Он просто был безжалостен по отношению к некоторым представителям нашей элиты. Но не будем об этом. Давайте спасать репутацию программы, Валерий Дмитриевич, к новостям. К земным, к насущным. Это очень сомнительный материк к реальной. Как говорит Юрий Паранько из закрытого ныне Царьграда на Ютубе, нарезка меняем тему. Давно о нефти не говорили. Значит, вот уже прошло... Кормилицы нашим. Около полугода с момента знаменитого отъезда Новака с переговором ОПЕК+, и с начала борьбы с этим неубиваемым американским сланцем. С чем кончилось, Валерий Дмитриевич? 40, что мы видим на табло? 41-43 доллара за баррель. Это цена намного выше операционных расходов по извлечению сланца. Некоторые, кстати, зрители даже не представляют, насколько они низкие, потому что сланцевая добыча все время совершенствуется. Мне говорил покойный Михаил Зинович Юрьев, что его компании предлагали нефтеносные участки в его любимом Техасе, значит, полная себестоимость барреля в районе 14 долларов со всеми расходами операционными по транспортировке. Так что это вполне комфортный цена для сланца. Ну и вообще вся борьба с ним была как бы изначально более-менее бесполезной, потому что мало дебетовая сланцевая скважина легко, раз, консервируется в отличие от традиционных. А мы были в результате вынуждены вместо 60 долларов иметь 40, 1-43, и, по-моему, в пропорциональном отношении наш секвестр добычи был самый большой среди участников сделки ОТЕК+. Формально. Фактически мы не сокращали добычу, Александр Георгиевич. Фактически мы не сокращали. Мы сейчас сократили крайне незначительно. видим крайнюю нехватку нефтегазовых доходов в бюджете. Дефицит бюджета нарастает. Мы предполагали, что так будет, когда в феврале действовали столь эмоционально? Нет. Когда в феврале действовали, то действовали, я бы сказал, не столько эмоционально, там был этот аспект, сколько, как считалось, продуманных. Хотели надавить на саудитов, прижать их к стенке, взять к ногтю, как хотите. Это первая сторона и вторая. Сторона не менее важная, даже более. Китайские товарищи от нас этого потребовали. им нужна была очень дешевая нефть для своего восстановления, для поддержания экономики на пламу. Они потребовали от Российской Федерации вот таких действий. А у них были и остаются аргументы, позволяющие им давить на руководство Российской Федерации. Валерий Ильич, я очень хорошо помню, как моя матушка, когда я отчитывался о своих безрассудных действиях во дворе и пытался свалить вину на какого-то из своих дворовых приятелей. Это мальчик подсказал. Это не было оправданием каким-то. Александр Георгиевич, я вам привел те объяснения, которые лично мне кажутся резонными. Я не исключаю, что могут быть еще другие. Вы можете к этим относиться как сомнительным. Я это воспринимаю очень спокойно. Но так или иначе. Нет, я просто подчеркиваю, что это было неразумно, Валерий Ильич, я не подвергаю сомнению вашей объяснению. Стратегически это было проигрышно. Но не считайте, что это было просто идиотски. Нет, были причины, которые нас вынудили поступить по-идиотски. Вот я бы так сказал. Соответственно, чего дальше ожидать? А, да, но все это было заложено потом в сценарии, значит, когда в мае обсуждались последствия пандемии, выхода из пандемии, то было понятно, что рассчитывать на нефтегазовые доходы нам не приходится, но еще ситуация на газовых рынках для нас ухудшается. Поэтому, что мы должны будем делать? Противство решило, предложило план сократить расходы бюджета, в первую очередь социальные, и девальвировать рубли. Что мы с вами сейчас наблюдаем? Диапазон 71-74 прошли раньше, чем ожидалось? Нет, рубль будет еще девальвирован совершенно точно до конца этого года, причем очень существенно. Вопрос только в том, когда именно. Валерий Мич, мы же с вами знаем, что наша экономика критически зависит от импорта. Ну и что? Коллапс. Ну то есть... Почему коллапс? Ну сократятся размеры импорта. Расчет на то, что экономика... мы... Я объяснила, что это продовольство. Расчет на то, что экономика... Слушайте. Экономика успеет адаптироваться снова, адаптироваться к этому, чтобы... Ей помогут, да? Требования, да? требования, совершенно верно. Второе. Расчет на то, что в следующем году цены на нефть все-таки начнут восстанавливаться. По крайней мере, видимо, со второй половины следующего года. Но я склонен полагать, что вот бенефициарами этого роста на цену уже будут новые правительства и новые вообще власти Российской Федерации. не это. Такое ощущение вот сейчас усиливается. Будут экономички подъем мировой, да? Ну и в общем все как-то вот нам продержаться там полгода, годик, ну 8 месяцев. Не могу не вспомнить уважаемого вами эксперта Сергея Гуриева, который, анализируя как бы последствия первой половины 20-го года вкупе и ОПЕК+, и пандемию сказал о том, что к уровню 19-го года вот я правда не знаю с чего он исходил, из каких факторов, из каких драйверов. Сказал, что лет 6 понадобится, чтобы восстановиться вот по всем позициям, по отдельным статьям. И это экстраполирует нынешнюю экономическую политику. Это простая экстраполиция. Да, другая экономическая политика, то все произойдет гораздо быстрее. Я думаю, полутора лет бы хватило. При другой власти, другой политике. Какой-то просто курс пугающий. 2-3 месяца самоизоляции равно 6 лет восстановления. А если осенью еще пару месяцев будет, вообще в каменный век что ли? Ну, такая у нас хиленькая экономика. У нас скверное администрирование экономикой. У нас много проблем, Александр Георгиевич. Да я-то в курсе. Главная проблема, вы уже понимаете, это власть. Сейчас все упираются в это. То есть, главный ограничитель, куда вы не посмотрите, это действие самой власти. Это политическая проблема. Она не изгуба экономическая. Разговаривал со своим другом Лапушкиным. Он говорил с каким-то своим высокопоставленным другом. Не будем говорить, в какой он трудится, госкорпорация. Она тоже вполне себе уважаемая. И Алексей спросил у него, ну как у тебя успехи? Он говорит, да у нас нет успехов. Одни прорывы. Но времени на раскачку уже нет, правильно. В России нужен прорыв. Прорыв за прорывом. Все очень долго накапливалось, а теперь стало рваться. Раз уж о нефти заговорили, давайте уже до кучи старый добрый доллар вспомним. Вот есть сейчас... А ему вот ничего не угрожает, Александр Георгиевич. Вот я к этому и гну. Что, у вас сомнения появились? Есть две точки зрения на эту тему. Я вам их изложу педантично и подробно, как это должно быть в нашей аналитической программе. Есть мнение, что доллар впервые, пожалуй, в своей истории претерпит сильную девальвацию из-за внутриэкономических и внутриполитических факторов самих Соединенных Штатов. Эту точку зрения я не могу сказать, что я понимаю. Есть другая точка зрения, которую я понимаю, где-то даже разделяю. Ее часто транслирует Андрей Мовчан. Он говорит о том, что весь суммарный объем выпущенных долларов пока в 7-8 раз меньше активов, совокупных активов американских домохозяйств. США – это 23% мирового ВВП. Что доллар за десятилетие, наблюдаемая его история, всегда немножечко дорожал по отношению к полумировым. Да, были колебания, но если смотреть в среднем, это всегда было так. Так вот, были вопросы в комментариях. Профессор, стоит ли перекладываться в евро, учитывая неопределенность в американской ситуации на ноябрьских выборах? Нет, нет, ни в коем случае. Ни в коем случае можно не сомневаться в крепости доллара, в том, что он будет устойчив по крайней мере еще 30-40 лет. Я думаю, на нашу жизнь этого достаточно. У него могут возникнуть проблемы в середине этого столетия. И то не факт. То не факт. Не раньше. Не раньше. А перекладываться – это означает понести потери. Иван Дмитриевич, вот это очень важно. У людей и так немного сбережений. Они сейчас… Это потери на транзакции, конечно. Погорят на спредах вот этих. Конечно. Нет, нет. Более того, еще раз повторю. Если у вас есть свободные сейчас рубли, рублевые средства, срочно покупайте вот сейчас, как бы вам ни казался курс невыгодным, доллара, срочно покупайте доллары США. Доллары США. Если вы имеете бизнес Европы, то, конечно, часть рублей конвертируете в евро. И в конечном счете вы окажетесь в выигрыше. Вы в этом убедитесь уже через… Короче, скоро убедитесь в этом. До конца этого года вы сможете в этом убедиться. Друзья, помните, как многие из вас благодарили профессора весной этого года? Пожалуйста, не пропускайте совет. Гречку и тушенку сейчас покупать не надо даже на месяц. А вот доллары США покупайте. Но еще, честно говоря, приобретите лицензию на оружие. Я бы тоже посоветовал. Делягин это тоже советовал. Лицензию на оружие. И спиннинги прикупите. В спиннинге. А для чего спиннинги, Алексей Галич? Подножный корм. Подножный корм, да. Ну, тогда зачем? Лицензия огнестрельного оружия обеспечит подножным кормом. Валерий Галич, ну не расстраивайтесь. Без охот билета даже. Без охот билета. Ну и там подумайте, как укрепить собственное жилище. Ну, там подобные вещи, связанные с безопасностью. А главное, вот создавайте группы взаимопомощи по месту жительства. Вам надо знать всех соседей, надо знать их телефоны, надо выработать систему оповещения и тому подобные вещи. Друзья, если это кому-то показалось фантастикой, вспомните недавнее событие в Атланте, где полиция закрылась в пределах своих полицейских участков и объявила, что она не может поддерживать порядок и съезжу. Посоветовала добропорядочным гражданам или вооружаться, или покидать город. Два варианта поведения было предложено, так что... Или сбиваться в банды. Помните? Да, в комуды. И защищать себя. Этот период в истории Америки казалось, что пройден. Помните гениальный фильм «Банда Нью-Йорка»? Да. Но вот все возвращается, оказывается, на каких-то лицах. Вы, Александр Георгиевич, по-моему, с плохо скрываемой надеждой смотрите в будущее России. Я не говорю. А что, хулиганом были в детстве? Четким пацаном? Ну, признаетесь. Не амбициозно. Признаетесь, профессор. Хулиганом. Как-то глаз засветился. Хулиганил было дело, Валерьевич. Есть что-то. Ну, смотрят мои одноклассники, поэтому мне не отвертеться в данном случае. Да, какое же у вас прозвище было в детстве? Бобер, Валерьевич. За что? Могли перегрызть горло? Ну, мне кажется, бобр – это вот такой позитивный тотем и основательный. Но я думаю, что это какая-то... За надежность. Отсылка к фамилии, может быть, не знаю. Ну, да, понимаю. Опять мы отвлеклись, Валерьевич. Да что ж такое? Да что же, кстати, вот рубль. Что же на хорошие-то не отвлечится, Александр Георгиевич? Вы, кстати, вот рубль упомянули, не к ночи, не к вечеру. Значит, это самое. Я вам хочу сказать, что за 20 лет эта разновидность валюты подешевела в 12 раз. Это итог экономической политики? Ну, а что вы хотите, Александр Георгиевич? Я могу сказать, что еще в этом году мы прибавим. Мы еще внесем вклад. Не предел, то есть, да? Нет. Совершенно точно. Но еще не пробили. Совершенно точно. Валерьевич, но ведь курсовая разница, это, как бы сформулировать помягче, это изъятие денег у населения. У нас же есть конституция, вы сейчас опять начнете сменяться. В этом построена вся экономическая политика. Изнимать деньги у населения, у мелкого и среднего бизнеса. Это вся суть экономической стратегии Российской Федерации. Сейчас она просто в обнаженном виде предстает перед нами. Причем мы этим приемом настолько увлеклись. Я вот помните, в начале года о том сказал, что по индексу Биг Мака рубль совсем там не 60. Ну, это же действительно так. То есть, взяв такое же количество денег, эквивалентное в Нью-Йорке, вы купите там в три раза меньше товаров, чем здесь. Ну, это факт. То есть, это ну как-то, я извиняюсь за это слово, но немножко бессовестно вот эти вот все эти курсовые манипуляции. Согласен. Довольте это, скажем, глядя в честные глаза главы Центробанка Набиулина. Кстати, как с ее отставкой, подтверждаете? Да, подтверждаю. Это будет восприятие? Но после некоторых событий, после некоторых событий она направит свою отставку. Так, ну у нас программа, как говорится, поддерживает традицию, да, сообщать громкие новости. Так что, друзья, цените профессию. Даже знаю в каком месяце, но во избежание паники. В каком месяце предполагается, давайте уточним, не скажу. Давайте закроем, Валид Мишкин, Гештель, с прошлой программы. Мы поговорили, там было дело, помните, наверное, о социализме и капитализме. И даже мне, человеку частично левыми убеждениями, было неприятно выслушивать критику в адрес профессора. Он встал на сторону капиталистической модели. И критика это была, друзья, я проанализировал практически все комментарии, в основном эмоциональные. И где-то процентов на 80, она, знаете, к чему сводилась? Валерий Дмитриевич, да наелись мы этим капитализмом за эти 30 лет. Друзья мои, хочу вам сказать, вы меня подтвердите или я проверил? Эти капитализма вы еще и не видели. Я вполне серьезно, вы его еще и не видели. Но увидите, это мы вам обещаем. Серьезные экономисты в начале нулевых писали о том, что у меня об этом тоже, я услышал у Георгия Сатарова, писали о том, что есть так называемая московая экономика моду. Валерий Дмитриевич, не ругайте меня, я переведу на русский. Московская экономическая модель. Это общепринятый термин у экономистов. И вот по мнению этих светил от экономики, мы в начале нулевых стали сползать в эту модель. А эта модель, не хочу никого обманывать, феодальная. Ее наполнение – это феодальное отношение, причем, как сказал Сатаров, не комфортного феодализма, а страдающего. Я прав в своей ремарке, да? Ну, да, можно использовать концепцию Пайпса, о патримониальной модели организации российской экономики. Те, кого интересует это, могут найти отсылки в соответствующих электронных ресурсах. Да, очень похоже на то. Есть, конечно, элементы капитализма, они действительно присутствуют, особенно в госкапитализме, есть и частного капитализма. Но, в общем, в целом, модель организована таким образом, как патримониальная или феодальная московская модель, да, феодальная. Причем, очень важно понять, что верховная власть России, вот это я знаю доподлинно, воспринимает экономику именно таким образом, как описано в этой модели. Я не знаю, не читали эти книги или нет. Дайте два слова. Я не задавался вопросом, но они вот воспринимают это, вот в их мировоззрении, это именно так и выглядит. Что такое московает экономику моду? Это сюзерен, неважно, как он называется, царь, князь, который получает ренту, финансовые ресурсы, там, или какие-то активы и перераспределяет это по уделам и боярам в зависимости от степени их лояльности. И считает, что все принадлежит ему. Народ присутствует при этом, поскольку, никак процесс не вовлечен, что и приводило в русскую историю к тому, к чему приводило. То есть модель прямо, прямо скажем, не делая. В таком духе они воспринимают, это совершенно точно. Так что за капитализм нам еще предстоит бороться. Очень даже, очень даже много. Это все впереди. Капитализм это гораздо лучше и того, что сейчас, несравненно и гуманнее. И, честно говоря, гораздо лучше социализма. Уж в чем-чем в реальном социализме я пожил, изрядно хорошо его знаю. Как и Александр Георгиевич. А я начинаю вот сейчас скучать по тем временам, Валерий Дмитриевич. Но это мое честное мнение. Я, так сказать, с вами... Валерий Дмитриевич, вы скучаете по тем временам. Из-за горизонтальных связей, Валерий Дмитриевич, честно говоря. Слушайте, вы были гораздо моложе, как и я. У меня были длинные волосы. Стройная талия. Вот. Хотел сказать. И вообще я был голубоглазым блондином. Двухметрового роста. Солнце было ярче, водка была крепче, трава была зеленее. Ёбки у девушек были короче. Есть что вспомнить. Валерий Дмитриевич, ну, мне не жаль, что вот так случилось в моей жизни, как у меня сключилось. Я прожил такую насыщенную жизнь. Уже еще не прожил, Александр Георгиевич. Еще самое лучшее, самое яркое и самое страшное впереди. Ну, вот я только одну ремарку хочу сказать. Вот вам повезло, вы преподавали в ВУЗе. И я об этом же мечтал. И, честно говоря, это вот была работа моей мечты. Поэтому это возможности меня лишили. Проклятые коммунисты. Проклятые капиталисты, может быть. Ну, в общем, кто-то меня лишил. Поэтому я недоволен. Значит, группа Белановского поработала в Хабаровском крае. Анастасия Никольская дала в некоторых эфирах какие-то предварительные результаты. Валерий Дмитриевич, там их много достаточно. Нам просто регламент не позволит разобрать все подробно. Что меня больше всего впечатлило. Выяснили запрос хабаровчан на образ руководителя. Три основные черты там удалось выявить. Значит, первое, чтобы руководитель был подконтрольным и прозрачным. Второе, чтобы он соблюдал закон. И третье, чтобы он уважал людей и понимал, как они живут. Этот запрос, ну, не открою Америку, скажу, что он очень далеко от картины реальности. Которая сейчас, ну, как гласит теория маркетинга, если запрос есть, значит, как-то его надо реализовывать. Да, ну, он и будет реализован, Алексей Георгиевич. Будет реализован теми политическими и социальными движениями, которые поднимутся в Российской Федерации. Люди хотят простых вещей. Самых простых. Не сильно в руку законом разумных. Самых простых, очевидных, разумных. Да, надо их реализовать. Если эта власть не хочет, значит, это будет делать другая власть. Все же очевидно. К белорусским событиям тоже не можем обойти. Уже так немножечко галопом по Европам. Валерий Дмитриевич, вы же знаете, что у вас ведущий, отлично, других ведущих. Поэтому я не буду говорить ни про 33 богатыря арестованных в Беларуси, ни про хитрый план Путина, о том, что ему не нужен сильный Лукашенко, нужен ослабленный. Поэтому поддержка будет постольку, поскольку не буду говорить о митинге сторонников Тихановской. 60 тысяч человек лечали света света. Это невиданная просто была картина в современном истории Беларуси. Мне знаете, что в глаза бросилось? Вот я наблюдал за Лукашенко внешне, как вы советовали, просто выключив звук. Я обратил внимание, что человек совершенно очевидно подавлен, обескуражен и находится в совершенно явном замешательстве. Потому что он выяснил одно очень простое обстоятельство. Он выяснил, что его не любят так, как он это о себе представлял. Он сказал, что его ненавидят. А это еще хуже. Но он-то был уверен, что любит. Валерий Дмитриевич, это родимое пятно для всех авторитарных лидеров? Да, вы знаете, да. Я думаю, что это действительно такая родовая черта у всех диктаторов, которые довольно долго находятся во главе своих наций. Был в свое время фильм, который поставил чилиец, живший и работавший в Советском Союзе, Себастьян Аларкон. Фильм назывался «Падение Кондора». Там воспроизводится история от диктатора, некой вымышленной в латиноамериканской стране. Фильм посредственный, но там главную роль играл Юрский. Помните? Да, да, да. Великий русский актер, выдающийся актер, советский. И вот там есть сцена, когда он говорит, там уже не помню. Я помню. Подобно, что говорит. Я выйду там на Центральную площадь, и мой народ меня, я знаю свой народ, мой народ меня обожает. И он выходит в Бесвиты, в штатском, он ходил в военном мундире, значит, на Центральную площадь, где стоит памятник. Я уже честь поставлю, он стоит, а его никто не узнает. Все обходят и говорят, что ты стал, парень, типа, отойди. Он испытывает чудовищное разочарование. Вот это вот аллегорическое, с моей точки зрения, выражение всего того, что испытывает сейчас не только Александр Григорьевич Лукашенко, но и Владимир Владимирович Путин. Он тоже испытывает то же самое чувство. Он рассчитывал, что народ его обожает, а народ его, оказывается, не просто не обожает, а начинает относиться иначе. Я думаю, что из Москвы, из Кремля смотрят сейчас на Лукашенко и со злорадством, потому что они друг друга терпеть не могут, Путин, Лукашенко, еще не просто не могут, они терпеть не могут друг друга. И со злорадством, и затаенным страхом. Трудно представить себе более разных внешне и внутренне людей, согласитесь, да? Я не знаю, насколько они различны внутренне, я не исключаю, что они очень похожи внутренне. Просто у одного было больше ресурсов, а у другого гораздо меньше. Ну, я имею в виду психотип, ценности. Не знаю, я не знаю. Я не исключаю, что они в сущностном, чем-то очень похожи. Ну что? Я не психоаналитик. Техоаналитик, да, меня не интересовал никогда сравнение двух типажей. Давайте последний пункт возьмем экономический. И я думаю, что баланс программы будет про нас много прекрасных новостей, Александр Георгиевич, оптимистически. Новость, по поводу которой хочется просто, не знаю, выражаться, да, не питься лакать, да. У нас доля малого и среднего бизнеса, ВВП, 20%. Ну, я-то сейчас опускаю, что вообще норма где-то процентов 50. Это один из источников, основных источников налоговых поступлений. Вот, РБК сообщил, что доля предпринимательских доходов в стране с учетом всех денежных доходов населения снизилась во втором полугодии до 3,5%. В 2000 году, в том самом незабвенном, Валерий Дмитриевич, она была 14%. В абсолютном выражении цифра предпринимательских доходов составила 512 миллиардов из 14,6 триллиона. И вот на этом фоне, Валерий Дмитриевич, делается заявление. Цитирую ПРБК, столичные власти в ближайшее время отреагируют на участившиеся случаи перехода коммерческих организаций в столицу среднюю зону, в серую зону. Об этом сообщил в интервью телеканала «Москва-24» вице-мер по вопросам экономической политики, имущества и земельных отношений Владимир Ефимов. Валерий Дмитриевич, ну что, не успокоятся они, пока не дадут экономику штрафами? Нет, не успокоятся. Будут грабить. Будут грабить. Им надо набивать бюджет. Будут грабить. Готовьтесь, Александр Георгиевич. Готовьтесь к классовой борьбе. Они ведут себя почти так же, как большевики. Они считают, что вы им должны. И вместе с тем вы не нужны. Вот, вы их раздражаете. Мелкий и средний бизнес. Он очень раздражает эту власть. Это же не про налоги, про занятость. Валерий Дмитриевич. И ты их не беспокоит. Ну, будут как-то выживать. 15 миллионов безработных к концу года. Будут давать ведущихся и монасты. Их не волнует. А что, понимаете? Они надеются, что люди как-то рассосутся, будут жить на подножном корне. Это как бы они себе представляют физически рассасывание живого человека? Прекрасный вопрос. Как чеширского катастрофа, который таял в воздухе. Растворение. Ну, мы это посмотрим, Александр Григорьевич. Вот у нас будет прекрасная возможность все это увидеть воочию. Очередной точкой напряжения, как говорят некоторые мои знакомые из клуба анонимных политиков, будет 12 августа, когда, предположительно, родители начинают собирать своих детей в школу. То есть, в этот момент многие родители посмотрят на свое финансовое положение просто трезвым взглядом и поймут, что несмотря на то, что они работают с утра до ночи, несмотря на то, что они бьются, как рыба облет с этими кредитами и так далее, они не могут собрать ребенка в школу по-человечески. Кстати, в это время, это известно в сельских местностях, закупщики мяса – это их традиционная активность, потому что они понимают, что люди в этот момент готовы уступать по дешевке. То есть, дети – это для всех семей, для нормальных семей – это приоритет. Да, совершенно верно. Так что осень, профессор, как мы и говорили, начнется в августе, да? Похоже на то. Это не предопределено, но это становится все более вероятным. Друзья, ну что, надеюсь, вам понравился сегодняшний эфир, он был насыщенным, разноплановым. Эфизарная, полная юмора и здорового оптимизма передача. Впрочем, как и всегда, Валерий Дмитриевич, в той или иной мере, но всегда это присутствует, за что вас, ваши зрители и ценят. Я бы даже сказал, любят судя по тому, что мы, в свою очередь, ценим и благодарим, и любим наших зрителей. Друзья, подписывайтесь на канал «Главная тема народ», подписывайтесь, не так, поправились, Валерий Дмитриевич, подписывайтесь на канал «Валерий Соровья», ставьте лайки, пишите длинные комментарии, не забывайте подписываться на «Главтему народ». Мы вам желаем здоровья и увидимся с вами через неделю. Я извиняюсь за некоторую задержку с выходом этого выпуска, это произошло по независимым от меня причинам. Спасибо вам, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»